привет знаю 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 давно ничего не было но ребята то сил нету то настроение не люблю я плохое настроение записывать ролики да а нам как уже говорится нам да надо нам уже один год скоро почти что да и еще у нас одно немаловажное событие это то что дом у нас уже новым многие знают до перенес операцию сейчас у нас уже март 4 месяца полет прекрасный вот так она еще всех вас юбилеем с годовалом с годовщиной нашего всемирного всемирная пандемия в германии конечно с этим труба мне кажется это вообще единственная страна в мире точнее европа да где происходит вот такой вот ужас да у нас до сих пор все практически закрыто все развлекательные места время провождения спортивные секции школы открыто тоже всего лишь там два дня неделю ходит даша короче все продолжается все надеяться что будут эти прививки и все будет хорошо нифига не будет потому что постоянно возникают новые штаммы и это только для отвода глаз вот так вот а когда это все прекратится кому-то наверное известно не знаю кто-то зарабатывает хорошие деньги на всем этом ну а мы пытаемся проводить время вот на улице много очень да на игровых площадках слава богу что не как в первые первые локдаун то что у нас был в германии закрыли все игровые площадки огородили лентами и нельзя было даже ходить на игровые площадки сейчас хоть можно ходить на игровые площадки потому что это вообще труба была ну а бассейна я уже наговорил все это закрыто и так вот живем короче ходим один раз в неделю она у нас уже год вот ровно живет год когда все началось он родился и он в принципе знает мир вот только таким вот сейчас находимся на улице на 1 тут с 8 утра до 10 вечера нужно находиться маски сейчас у нас еще 24 минут у меня есть на этой улице чтобы находиться без маски да а потом вон стоит полиция и сразу же они будут собирать забирать людей и увозить на каторжные работы вот так вот ну я уже сказал про тома том у нас стал бодрячком вообще оклемался полностью все у него прекрасно да адам про операцию что раз я уже рассказывал про операцию да и что хочу сказать есть такая поговорка да многие говорят что якобы там ну здоровье не купишь да вот вам прямой пример того что за деньги можно было вот спасти жизнь собаки да так же так же это может быть человеком да поэтому я не совсем сторонник этой поговорки то что здоровье не купишь за деньги так что у нас еще за новости очень большая новость то что у нас адам идет в ясли с июня месяца ли с июля я уже не помню точно будет посмотреть пойдет у нас ясельки даша даша у нас следующем году переходит в пятый класс до пятый класс а то есть в гимназию ее послали полицейская машина одна уехала тут он еще сразу же пришли покупают все булочки свежие кондитерские то есть тут у нас начальная школа в германии до 4 класса потом детей дети расходятся по разным школам кто в гимназию кто в среднеобразовательную я точно перевод на русский не знаю всех этих школ но но суть в том что уже с пятого класса пути образования детей еще одна полицейская машина подъехала и в громкоговоритель начал своим коллегам что-то говорит развлекаются ребята короче говоря даша по успеваемости идет гимназию вот так вот оценки у нее тьфу 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 хорошая это общее общее достижение всех и учителей и родителей бабушек с дедушками ну и естественно самой даша она очень старается и да к сожалению мы не знаю в какую именно гимназию она пойдет это так сказать лотерейный билет потому что раньше пытались как бы по оценкам зависимости от оценок детей посылать гимназии а сейчас и все это было очень-очень несправедливо потому что были дети которые просто немножечко медленнее успевали у них за последние вот полугодия четвертого класса когда определяется в какую школу именно просто может оценки были хуже и потом они попадали более скажем в другую школу и многим это не нравилось сейчас отменили по оценкам сейчас полностью это делают как бы по розыгрышу но как по лотерейному билету вот так кто в какую школу попадет потому что есть районы где много гимназий например такой как наш а есть районы где одна или например там вот никто в нее не хочет то есть может так получится что ребенку придется ехать через весь город но с этим уже ничего не поделаешь и мы сейчас ждем результатов какую школу пойдет даша так что у тебя у тебя зубы да скажи свои зубы вот так у нас не получится зубы у нас уже сверху есть зубочек так давай кому-то сейчас чем да может 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 опа ну что вам еще рассказать что что я работаю у меня за счет всей этой пандемии только прибавилось я работаю в одном здании ответственная за техническое его состояние у нас в принципе всех послали так называемый home office на удаленку да по-русски это говорится и я в какой-то период времени даже был полностью один а у нас громадное здание и мне приходилось даже в отпуск туда приходить чтобы просто тупо посмывать воду из тех чтобы вода текла в здании не завелись там микробы потому что в трубах везде вода стоит и реально могут быть проблемы то есть у меня в общей общей сложности такая ситуация что работа только прибавляется потому что людей меньше я ответственная за технику и коллег тоже всех послали домой а я я был героем вот так вот это было у нас на рождественские праздники ну а что сейчас сейчас чуть-чуть есть послабление у нас но цифры идут вверх опять и при определенных при определенных цифрах сказали все закроют короче и все и все вот так вот хочется уже потихонечку съездить в отпуск но мы еще как бы связи с рождением адама никуда не ездили а потом всех накрыла пандемия и мы уже считаю два года уже второй год не были на море некоторые скажут какой ужас мы там еще дольше не были еще что-то ну просто хочется песочка морского воздуха я очень люблю море вот так вот ну и сейчас невозможно ничего планировать ну что все страны ближайшие вокруг германии они как бы считаются зоной высокого риска если вы туда едете вам нужно по возвращение на 10 дней карантин вот так вот а это значит еще 10 дней отпуска и это мои планы никак не входит не стрикс я уже три месяца забил тоже на все это голос у меня уже так выпадают мне все равно уже мочу зачесываю вперед потому что сейчас открылись эти парикмахерские но там не получишь место если честно мне как-то все равно стало раньше я как-то на это обращал внимание сейчас уже забил ну я не знаю вы многие меня смотрят с других стран кстати у нас здесь парикмахерская я бы мне бы интересно было чтобы вы написали что у нас тут 20 евро до было 15 стала стрижка 20 стандартная мужская мне бы интересно было узнать что что у вас происходит я читаю прессу слышу тоже что люди рассказывают в россии например слышу уже практически все открыто да ну такой идиотизм чтобы закрывать бассейны да где принципе воздух так такой разряженный все это хлорка и так далее людей можно запускать в принципе в ограниченном количестве вот так вот надолго закрывать все это и потом многим это нужно как смысле медицинской терапии тоже плавание и так далее для спины что все вот так вот наглухо закрыть это конечно необъяснимо но я конечно себе могу это объяснить и к сожалению я не вижу послабление особых мне кажется это еще надолго все так вот поэтому стоит совсем более или менее смириться так сказать и подстраиваться под это потому что по щелчку пальцев это ничего не разрулится во всяком случае не в европе не здесь вот так вот ну а это наша утренняя прогулка да по выходным вот так вот мы гуляем еще в сумке ношу его как вы видите вот так вот в одной руке у меня камера в другой том адам вот так вот у меня висит сегодня мы пойдем на выбор у нас одни коммунальные выборы меняется власть во франкфурте а может и не поменяется так вот газете написали про какую-то коррупцию очередную два дня до выборов короче все то же самое что и в других странах так вот но я вам скажу что в это время просто обожаю гулять улицы тихие особенно когда после дождика воздух такой чистый тишина потихонечку жалюзи некоторые открываются окошки слышно как люди встают посуда звенит надо здесь вот я обычно беру вот такую вот рекламку потому что люди люди все равно ее полно бросают я беру эту рекламу и подкладываю себе на качели на детской площадке по воскресеньям все время чтобы папа не мокла кто-то потерял тут у нас есть магазин лего кстати он ютубер этот магазин у него все зак все время закрыта но как склад используют на самом деле этот парень ютубер вот тут вот его контактные данные и у него большие терки сейчас с корпорации лего короче человек посвятил свою жизнь свое хобби тоже профессионально этим занимается я так понимаю конструктором лего него свой канал он их там собирает и что-то он там по моему взял другой конструктор да с этим конструктором тоже сделал видеоролики но у него там миллионы просмотры и назвала конструктор другой тоже конструктором лего там и давай на другую сторону пойдем вот этот ребенок маленький чтобы не испугался и это лего не понравилось и они подали на него в суд защите прав марки что-то такое и у них там тянутся эти судебные разборки такие вот дела ну а что еще скажем у нас тут все прекрасно все хорошо ребята адам держит нас в тонусе я скажу честно что режиму я и так человек режима но он придал нашей жизни сейчас еще больше режиму да и в принципе мне это идет на пользу да так бы я добровольно не стал бы вести такой образ жизни с ребенком с маленьким как-никак ты должен придерживаться этого ну или будет тебе тяжело вот так вот ну ладно мои дорогие до следующих раз сегодня что на середина марта хорошей вам весны надеюсь скоро увидимся пишите как у вас настроение как ваших странах все это выглядит что вы об этом думаете ну и все скоро у нас пасха да уже можно с пасхой поздравить ну все пока субтитры сделал DimaTorzok